Российские войска, спецслужбы и чиновники ограбили более 30 украинских музеев, вывезя огромное количество произведений искусства и исторических артефактов. От скифского золота, коллекции монет, скульптуры и живописи до останков Григория Потемкина. Эксперты опрошенной газеты New York Times назвали действия России крупнейшим похищением произведений искусства после Второй мировой войны. При этом Россия присоединилась к международной конвенции, запрещающей подобные действия. Высокие договаривающиеся стороны обязуются запрещать, предупреждать, если необходимо, пресекать любые акты кражи, грабежа или незаконного присвоения культурных ценностей, в какой бы то ни было форме, а также любые акты вандализма в отношении указанных ценностей. Они запрещают реквизицию движимых культурных ценностей, расположенных на территории другой высокой договаривающейся стороны. Эти действия России – возвращение к практике, которую последние 70-летия международное сообщество считает незаконной. На протяжении большей части человеческой истории победители считали правильным захватывать трофеи, в том числе отнимать у побежденных объекты культуры и искусства. Иногда результатом этого становилось практически полное лишение побежденных народов символов их культурного величия. Так, например, печально прославлено ограбление империи ацтеков и инков испанскими конкистадорами. Однако подобное происходило повсюду. Средневековые хронисты так описывают действия царя Ивана Грозного, применявшего военную силу внутри страны. Церкви и монастыри были так ограблены, что не осталось ни одной иконы ценой в пол Гульдена, ни колоколов, ни церковной утвари. Сверх того, несмотря на то, что было найдено такое большое добро, били попов, игуменов и купцов по коленям, чтобы они сказали, что они имеют. Собор покровителя Венеции святого Марка украшает четверка бронзовых коней, которые, по легенде, были изготовлены великим скульптором Лисипом, выполнявшим заказы Александра Македонского. Венецианцы захватили этот шедевр после взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году. В 1797 завоевавший Италию Наполеон вывез коней в Париж, но в 1815 году они были возвращены в Венеции после краха Наполеоновской империи. Надо сказать, что законный владелец неизвестен. До Константинополя, ныне Стамбула, кони Лисипа пребывали где-то в Греции, где были конфискованы императором Константином для украшения его столицы. Наполеон, по приказу которого кони Лисипа были вывезены в Париж, целенаправленно и систематически грабил культурные сокровища. Он вывозил во Францию артефакты Египта, Италии, Испании, Германии, Австрии, России. Аналогичным образом действовали некоторые его подчиненные. Так, маршал Сульт похитил в Севилле шесть больших полотен великого Мурилья. Победители Наполеона предприняли шаги, чтобы вернуть захваченные его армиями шедевры. Но успехи были ограниченными. Значительная часть похищенных культурных сокровищ осталась в Лувре. И не только в Лувре. В 1815 году российский император Александр I купил у наследников Жозефины Багарне 36 картин, которые Наполеон отобрал у ландграфа Касселя. Среди них было знаменитое полотно Рембрандта «Снятие с креста». Александр также приобрел четыре скульптуры великого итальянского скульптора Кановы. Кассель безуспешно требовал возвращения этих сокровищ. Они по сей день находятся в Петербургском Эрмитаже. В свою очередь из шести украденных маршалом Сультом картин Мурилья в Севилью вернулись только две. Действия Наполеона блекнут на фоне культурного грабежа Европы нацистами. Для этого была создана специальная организация, которая искала и конфисковала сокровища музеев и частных собраний, оказавшихся под властью нацистов. Шедевры передавались либо в собственность Германии, неудачливый художник Гитлер планировал создать гигантский музей в родном городе Линц, либо попадали в частные собрания высокопоставленных нацистов. Любителями живописи были Геринг, Геббельс и Риббентроп. После окончания войны украденные попытались вернуть законы владельцам или их наследникам. Только в американской оккупационной зоне Германии было выявлено и конфисковано более 700 тысяч украденных предметов искусства. В процессах поиска и возвращения продолжается по сей день. При этом война стала причиной гибели или исчезновения множества уникальных произведений искусства. Уникальные янтарные комнаты из царского села, картины Рафаэля, Ван Гога, Рембрандта, Дега, Беллини. Товарищ Жуков, злоупотребляя своим служебным положением, встал на путь мародерства, занявшись присвоением и вывозом из Германии для личных нужд большого количества различных ценностей. Жуковым было присвоено до 70 ценных золотых предметов, до 740 предметов столового серебра, и серебряной посуды, и сверх того еще до 30 килограммов разных серебряных изделий. До 50 дорогостоящих ковров и гобелинов, более 60 картин, представляющих большую художественную ценность и так далее. Показательно, что в постановлении Политбюро указано, что Жуков обязан немедленно сдать все незаконно присвоенные им драгоценности и вещи незаконно владельцам, а государству. СССР централизованно и массово конфисковал и вывозил произведения искусства из Германии и стран Восточной Европы. Это оправдывалось необходимостью компенсировать ущерб советским музеям, нанесенный германскими оккупантами. Однако конфисковывалось и вывозилось в Москву и культурное достояние других стран и народов. Так Польша долгое время безуспешно пыталась вернуть часть своих национальных сокровищ. Масштабы конфискации можно оценить по одному факту. В конце 50-х годов СССР вернул ГДР 1 миллион 870 тысяч предметов музейного хранения. Это была лишь небольшая часть вывезенного. Действия России по отношению к Украине стали продолжением этой политики. Важно, что они были начаты задолго до вторжения 2022 года. Еще после незаконной аннексии Крыма Россия пыталась получить в свое распоряжение коллекцию скифского золота из крымских музеев, находившиеся на выставке за рубежом. Россия проиграла серию судебных процессов и сокровища были возвращены Украине. Субтитры создавал DimaTorzok